Погружение в особую музейную атмосферу происходит практически с порога. Сводчатые потолки зала и современные экспозиционные стенды и витрины. Такая эклектика тоже работает на замысел. Стены исторические. Именно здесь, 1 декабря 1865 года, состоялось первое собрание Рязанского уездного земства. Очень важно нам, наверное, работая здесь, помнить о тех людях, которые работали до нас, и думать о том, кто будет работать после нас. Ведь земство привнесло в развитие регионов, в развитие губернии, огромный толчок дало. Это занимались люди активно и образованием, и здравоохранением. Это внедрение самых передовых технологий в сельское хозяйство. И важно, что мы в прошествии 150 лет это помним, это сохранили. Идея создания экспозиции появилась еще во время работы Думы Пятого созыва. Ее реализацию представили депутаты уже нового, шестого. Музей был создан при участии Рязанского государственного университета имени Есенина. Большая часть экспозиции, уникальные книги принадлежат ВУЗу. А первую экскурсию провел заведующий кафедрой истории России профессор Александр Огарев. Владотворное сотрудничество, начавшееся три года тому назад, а именно в преддверии подготовки к 20-летнему юбилею Рязанской областной думы, заставило вернуться к нашим истокам. В результате этого родилась, обратите внимание, направо и налево, портретная галерея. Стоит отметить, что это лишь начало создания экспозиции. Работа по сбору экспонатов сейчас продолжается. Изучением деятельности Рязанского земства плодотворно занимаются ученые-историки. Музей, кстати, планируют включить в туристические маршруты. Немало интересного найдут здесь те, кто изучает опыт работы первопроходцев местного самоуправления. Их портреты тоже представлены в экспозиции. Организаторы утверждают, что это эксклюзив и, бесспорно, кропотливая работа художника. Писались они в основном по крошечным, сохранившимся снимкам. Музейная экспозиция – одно из направлений многоцелевого использования архитектурного комплекса здания Благородного собрания. Здесь недавно завершилась реставрация. В гербовом зале восстановлены гербы губернских городов и аутентичная лепнина. Теперь там будут проходить торжественные и значимые общественные мероприятия.